Ребята, всем большой привет! В этом ролике мы поговорим о том, как правильно писать сочинение 11.5. Давайте для начала я представлюсь. Меня зовут Фариша Князева, и я преподаватель по литературе в онлайн-школе Умскул. Я готовлю к ЕГЭ уже седьмой год, и за это время обучила 1117 стобальников. А я на своих занятиях делаю все возможное, чтобы мои ученики были готовы к ЕГЭ на максимум и набирали крутые баллы. Сама я училась на журфаке, окончила с красным диплом МГУ, потом отучилась в МПГУ на преподавателя, потом прошла курсы экспертов ЕГЭ от ВИПИ, и сейчас преподаю в университете русскую литературу. На этом слайде вы можете увидеть результаты моих учеников за прошлый год. Очень горжусь своими ребятами, и сделаю все возможное, чтобы вы так же круто сдали ЕГЭ, когда запишетесь на мой курс подготовки, где мы все-все-все обсуждаем. Рекомендую вам обязательно подписаться на мой телеграм-канал Жена Маяковского, тут выходят полезные посты, вся информация по поводу ЕГЭ, разборы, ссылки на занятия. Обязательно переходите, тут много всего интересного, полезного, нужного. Вот QR-код, можете приложить либо телефон, либо перейти по ссылке в описании и подписаться. Итак, поехали! Одиннадцатое сочинение. Самое большое сочинение с пятью темами на выбор. И тут главная проблема заключается в том, что многие ребята не знают, какую тему выбрать. Из-за этого возникают проблемы. Первая и самая важная рекомендация. Ребята, обязательно прописывайте себе тезисы. Каждой теме. И какая тема у вас идет лучше, по какой теме у вас легче формулируются тезисы, легко вспоминаются фрагменты для аргументации, для анализа по этой теме, и пишите полноценное сочинение. Но если вдруг вы задумались о теме диалог искусств, мы сегодня поговорим, как писать это сочинение, на что обращать внимание. Итак, 11.5 это всегда тема диалог искусств. Это анализ произведения через призму связи литературы с другими видами искусства. Для начала нужно понимать, какие виды искусства существуют, и какие у этого вида искусства роли, функции и так далее. Итак, живопись. Живопись это изображение. Пример темы, какие эпизоды романа Толстого «Война и мир» с вашей точки зрения представляют интерес для художника-иллюстратора, с опорой на текст произведения. Конечно, вы возьмёте те эпизоды, те фрагменты, в которых либо происходит развитие героев, либо это эпизоды, которые раскрывают вашу концепцию. То есть, когда вы пишете 11 сочинение, вот подобного вида, у вас должна быть какая-то концепция. По какому принципу вы отбираете эти эпизоды? Это может быть, например, «Судьба Андрея Балконского». Для художника-иллюстратора интересно. «Судьба Андрея Балконского». И вы рассматриваете только те эпизоды, которые отражают его развитие, его перемены в его жизни. Или же это может быть война, Отечественная война 12-го года. И вы уже рассматриваете ключевые сражения. Или это может быть развитие Наташи Ростовой. Или вы доказываете этими эпизодами, что Наташа Ростова – идеал Толстого. Вы берете те эпизоды, где она раскрывается с положительной стороны. То есть, должна быть какая-то конкретная концепция. По какому признаку вы взяли эти эпизоды? И, по сути, вы это формулируете в видении. Что именно вы хотите в этом сочинении представить? Или просто какие-то центральные эпизоды, которые, как вам кажется, раскрывают темы произведения, главные темы. И выражают идею Толстого. То есть, должна быть какая-то причина, по которой вы объединяете эти эпизоды в одно сочинение. Как правило, живописи мы можем отображать портреты героев и через это выражать характеры. Пейзажи, авторскую позицию выражать через пейзаж. Связь человека с природой может воплощаться через пейзаж. Детали портретов, что тоже раскрывает исключительные черты героя. Театр. Как может звучать тема по театру? Мои рекомендации к театральному воплощению одной из ключевых сцен пьесы Горького на дне. Либо спрашивают про сцены, как эта сцена должна выглядеть. И вы тут должны обращать внимание на декорации, на ремарки, авторские, замечания и характеристику автора. И при этом на характеры героев. Как актеры должны играть того или иного героя. Опять же, отвечая на подобный вопрос, раскрывая эту тему сочинения, вы должны задуматься о книге непосредственно. Как в книге этот эпизод представлен? И какие советы вы даете, чтобы в книге так же, чтобы в театре точно так же хорошо это передалось, как в книге, да? И через, опять же, идеи произведения вы это воплощаете. Кино. Какие советы вы бы дали режиссеру, взявшемуся за экранизацию пьесы Островского Гроза? Тоже, как бы, если вы даете советы режиссеру, вы должны, ну, понимать смысл пьесы Гроза, да? Образ главной героини, характер Катерины, ее исключительность в чем проявляется. И в зависимости от этого вы даете советы режиссеру. В зависимости от положения героев вы даете советы режиссеру. То есть, все равно вы опираетесь на литературу, вспоминаете, как это в книге выражается, и с учетом того, как книга выразилась, вы выстраиваете свои советы режиссеру. Важно помнить, что мы здесь ни в коем случае не отходим от литературы. Мы пишем сочинения по литературе, да, опираемся в первую очередь на книгу, но с такой отсылкой на другой вид искусства. Ну и музыка. Какие решения вы бы предложили режиссеру, постановщику по музыкальному и шумовому оформлению фильма, снимаемого по рассказу Горького старуха из Иргиль? Но тут тоже эта музыка должна воплощать характеры героев, пейзаж, атмосферу, настроение, пафос произведения, да, должна воплощать. Поэтому музыка все равно связана с идейным тематическим направлением произведения, потому что она передает настроение и характеры героя. Ребята, помните обязательно, что 11.5 оценивается ровно так же, как и любое другое 11 сочинение. Там одинаковые критерии, и ключевое, что вы должны обязательно учитывать, это критерии. Сочинение соответствует теме, ваша работа должна четко соответствовать теме, вы реально даете советы режиссеру, потому что бы что-то передать, чтобы что-то раскрыть. И раскрываете эту тему хорошенечко. Сочинение написано за одну тему, тема раскрыта глубоко и многосторонне. Не забываем, что здесь важно раскрытие обоих видов искусства, как музыки, так и литературы, живописи и литературы. Помним про количество слов, здесь обязательно подсчитываем количество слов. Привлечение текста произведения для аргументации. Обратите внимание, что здесь все равно мы должны вспоминать конкретные фрагменты, эпизоды, которые доказывают нашу мысль, через которые мы что-то выражаем. То есть точные и конкретные фрагменты у нас обязательно должны быть. Опора на теоретико-литературные понятия. Тоже такая коварная история, когда многие берут диалог искусств, забывают про термины напрочь. Хотя здесь обязательно должны использоваться литературические термины, которые должны быть включены в анализ, они должны быть в анализе произведения, когда вы используете фрагменты, разбираете, доказываете, анализируете эпизоды. И важно использовать литературные термины. Но если вы приведете термины из других видов искусства, работа будет выглядеть даже убедительней. Поэтому если вы используете термины из другого вида искусства, там учитесь в музыкалке, в художке, возможно, многое знаете, да, и тут тоже можно использовать. Почему бы и нет? Но помните, что литература в сердечке на первом месте, она должна звучать обязательно. Критерии 11-го задания. В использовании литературных терминов тоже отталкиваетесь от вида искусства. Например, если это живопись, то термин и подсказки следующий пейзаж, портрет, интерьер. Чаще всего вы будете отсылаться к этим литературическим терминам. Если это театр, кино, речь, средства выразительности, фигуры речи, если музыка, звукопись и так далее, что-то связанное со звуком. Специфичные термины из других видов искусства, о чем можете говорить. В живописи акцент, прием подчеркивания цветом, светом, линией или расположением в пространстве, фигурой лица и так далее. Цветовая гамма, цвета, преобладающие в данном произведении, определяющие характер его цветового строя. То есть это будет термин из живописи, который вы можете тоже использовать. Детализация. Тщательная проработка деталей, формы, предметов на изображении, в зависимости от задачи, которую перед собой ставит художник, степень детализации может быть различной. Контраст. Тоже как в литературе. Резкое различие, противоположность двух величин. Это может быть по цвету, по размеру и так далее. Вы тоже можете это как бы в таком синтезе литературы и живописи использовать при анализе. Театр. Мы говорим обязательно про амплуа, характер ролей, исполняемых актером, апорте, сценические монологи или реплики, произносимые в стороны, и декорация, мизансцена, как актеры размещаются на сцене, как выглядит вокруг пространство, это декорация называется. И все эти термины вы можете тоже здесь использовать. Музыка. Динамика у нас получает осила, громкость, звучание. Кода. Заключительный раздел музыкального произведения. Кульминация. Момент высшего напряжения. Припев. Часть песни. Как бы все эти элементы тоже мы обязательно учитываем при анализе. Боиопик. Жанр кинематографа, посвященный обстоятельствам жизни или отдельным эпизодам биографии, реальной исторической личности. Если вы рассматриваете отдельно судьбу героя, его путь и так далее. Крупный план. Кадр, который показывает объект или часть актера, если ваша задача как-то акцентировать внимание на одном герое. Ну и режиссер, человек, который разрабатывает творческое видение фильма, который представляет это все. Антагонизм. Персонаж или несколько персонажей, противодействующие главному герою. Тоже можете этот термин активно использовать. Не забывайте, что у вас есть еще остальные критерии. Это композиционная цельность и логичность. Обязательно введение. Основная часть заключения. Мы не противоречим себе, своим суждениям, чтобы все было логично, четко выстроено. Конечно, мы говорим про термин соблюдения речевых норм. Помним речевой точности, выразительности, соблюдение орфографических норм обязательно, пунктационных норм и грамматических норм. И максимальные баллы вы можете получить. 18, да, максимальный балл за это сочинение. Такое же, как за любое другое 11. Все одинаково здесь оценивается. Будьте внимательны. Алгоритм написания 11.5. Мы сначала читаем тему, определяем вид искусства. Что это за вид искусства? С чем мы будем с вами встречаться? Составляем тезисы, ориентируясь, опять же, на вид искусства. 2-3 предложения об эпизоде, которые мы возьмем, что конкретно нужно в нем проиллюстрировать. 2-3 предложения о том, какими средствами художник, режиссер, музыкант, актер должен это сделать. 2-3 предложения. Анализируем эпизод с точки зрения литературы. Почему именно этот эпизод и эти средства мы выбрали. И не забываем проверить, употреблены ли термины в работе. И в финале проверяем на логичность, речь и грамотность. Давайте посмотрим, например, темы. А вот 11.5. На что важно обратить внимание при создании иллюстрации к рассказам Чехова с опорой на анализ произведения произведений. Творчество Чехова многогранно. В создаваемых произведениях автор высмеивает различные пороки, предостерегает от совершения ошибок. Вот наш замысел, то есть на чем мы будем делать акцент. Рассмотрим, на что важно обратить внимание при создании иллюстраций к рассказам писателя. Итак, в человеке-футляре обличается ограниченное футлярное существование. Чехов создает образ учителя греческого языка Беликова. То есть мы опять же полагаемся на характер героя, и полагаясь на характер, мы рассматриваем его черты. Персонаж всеми силами стремится оградиться от внешнего мира. Именно поэтому он выбирает профессию, связанную с неиспользуемым языком. Художнику стоит обратить внимание на детали образа Беликова. В любую погоду герой ходит с зонтом, в калошах, портрет его тоже примечателен. То есть мы здесь обращаем внимание на детали портрета, для того, чтобы раскрыть его пороки. Дальше. Чинопочитание обличается Чеховым в произведении «Смерть чиновника». В рассказе говорится о мелком служащем Червякове. Он настолько привык преклоняться перед имеющим более высокий чин людьми, что несколько раз извиняется перед генералом, которого случайно обрызгнул Чехну в театре. Художник должен использовать такой прием, как контраст, чтобы изобразить маленького человека. Опять же, именно стремление Червякова присмыкать. И через это мы показываем рабскую психологию героя, которую Чехов высмеивает и не принимает. И Ионыч. Описывается постепенная деградация личности. Через портреты героя, через изменение его портрета можно здесь воплотить перемены и воплотить замысел Чехова. Описывается постепенная деградация личности. Молодой талантливый доктор Старцев оказывается в городе, где люди ограничиваются низкими ценностями, не стремясь к чему-то возвышенному. Под влиянием окружающей действительности изменяется главный герой. После отказа возлюбленный котика он превращается в обывателя. Создавая картины к рассказу, важно обратить внимание на портрет героя. Доктор Старцев, двигаясь все меньше, постепенно полнее. То есть мы обращаем внимание именно на портрет. И заключение. Таким образом, в рассказах Чехова звучит предостережение обществу. Автор призывает к сохранению важнейших качеств личности. Именно поэтому для иллюстрации произведения и писателя важную роль играет передача деталей. Вообще, в целом, детали, портреты и антитеза, противопоставленность маленького человека власть имущему. Опять же, главный вывод, который вы должны сделать после просмотра этого ролика, что это сочинение по сути не сильно отличается от любого другого 11-го. Здесь мы все равно полагаемся на фрагмент, все равно полагаемся на эпизод. И через эпизод, через характер персонажа, через деталь, микротему, мы с вами раскрываем тему этого сочинения. Как-то так. Большое спасибо, что были сегодня со мной. Обязательно посмотрите ролик еще отдельно про 11-е сочинение, которое тоже есть на этом канале. До скорых встреч, пока-пока, удачи в подготовке к егэ.